Думал я, что все-таки удастся мне обойти вопрос о нормандской встрече, но вот тут между делом все очень сильно просили меня прокомментировать историю с Робертом Шлегелем и очередным призывом клирика, псевдоклирика, как сейчас выяснилось. И вот какая ситуация, сначала вы пишите мне и в личных сообщениях, и на фейсбук, Штарк, пожалуйста, скажите, что вы думаете о Шлегеле, который получил немецкое гражданство, я говорю то, что я думаю, то, что я на самом деле думаю, и начинается шквал критики, ты не то сказал, что мы о тебе ожидали. Господа, ну я, во-первых, не обслуживаю чьего-то конкретного мнения, да, то есть я высказываю свое, и мое мнение не должно обязательно совпадать с вашим мнением, вот оно у меня такое, понимаете, я не привык смотреть на закон со стороны нравится человек, не нравится, плохой, хороший, давайте лишим человека гражданства, давайте репатриируем его. Вообще сама постановка вопроса, вернем Шлегеля в родную Говень, вот это вернем его куда-то, вот это мне было непонятно изначально, кто такой этот псевдоклирик, человек в рясе, как выясняется, он даже не имеет права ее носить, и призывы вернем какого-то человека, его семью, давайте его детей сейчас возьмем, и может быть в запечатанном вагоне вернем его в Россию. Вы понимаете, какая чушь сама постановка такого вопроса? Я высказал ровно то мнение, какое у меня есть по этому поводу. Если есть прецедент наказывать бывших членов Государственной Думы, которые там голосовали за какие-то законы, даже очень жестокие законы, я вполне верю, что кто-то голосовал там в список Магнитского и так далее, все это было ужасно. Но если есть такие случаи, да, окей, давайте наказывать этих людей, начните с тех, кто сейчас непосредственно в вашей стране находится. Я предложил первую кандидата на эту роль народного линчевания и презрения Александра Невзорова. Я могу отдельно сделать ролик и еще больше объяснить, почему это доверенное лицо Путина, советник Первого канала, кстати, имеющий непосредственное отношение к организации нашей, вот то же самое, за что и критикуют Шлегеля. Это человек, который призывал идти воевать на Чеченскую войну, который снимал фильмы о Российской империи и мечтал о том, что Россия останется в Прибалтике и всех прибалтов задушат русские имперцы и был патриотом, был большим патриотом. А сейчас, как он говорил, изменил свое мнение, понимаете? И вот если есть желание судить бывших патриотов и бывших членов Государственной Думы в вашей стране, не в какой-то там Австралии и в Швейцарии, куда далеко дотянуться, а непосредственно в вашей стране сидит такой человек, подайте в суд, начните с ним разбираться. Если вам действительно удастся по этому факту засудить господина Невзорова, тогда Шлегель это номер два. Он точно так же бывший член Государственной Думы, он также бывший патриот, который разочаровался в своих патриотических чувствах. Но проблема еще в том, что он еще уехал в другую страну и выцарапать его из этой страны сложнее. А у вас вот прямо гражданин России сидит. Но вот здесь в том-то и дело, что нет вопросов у граждан России, например, к такому, как Александр Невзоров. Никаких вопросов ни в его поддержке к Путину, ни в его продвижении воровского криминала Кумарина в ту же Государственную Думу, которая и создавала это мафиозное государство, ни к его патриотическим чувствам во время Чеченской войны, ни к моменту патриотических чувств во время съемок фильма «Наши», ни в каких моментах биографии Александра Невзорова у русского народа к нему претензий нет. А вот к Шлегелю есть. А почему? А я вам скажу. Потому что Шлегель покаялся. Потому что Александр Невзоров говорит вот так. Вы сняли документальный фильм о январских событиях в Вильнюсе, героизировавший бойцов вильнюсского ОМОНа, за что вам крепко тогда досталось на орехи от демократов. Вы не жалеете сегодня о том фильме «Наши» он назывался? Нет, я вообще ни о чем никогда не жалею. Мне вообще не присуща рефлексия, и мне не присуще раскаяние, так называемое угрызение совести. Вот это все, пожалуйста, не со мной. Плевать он хотел. Он ни в чем не раскаивается никогда. Да, сегодня был патриотом, а завтра не патриот. Понятно, и все, и закройте рот, и идите на. Вот если бы Шлегель вот так же поступил, к нему бы претензий не было. А Шлегель имел слабость. Вот есть у немцев такая слабость. Они признаются в своих ошибках. Он говорил, да, я проголосовал за закон Димы Яковлева, я сожалею об этом. Я вот два года тому назад, когда вел политическую деятельность, я действительно был уверен, что России нужен патриотизм. И я был уверен, что это самый настоящий патриотический закон. Я сожалею теперь об этом, говорит Шлегель. И за это псевдоклерик говорит, давайте закопаем этого человека. Давайте всю его семью в Россию. Он же сожалеет о том, что он закон Димы Яковлева принимал. Надо его подвергнуть общественному распятию, линчеванию. Движение «Наше», которое уже несколько лет существует в России, названо так по названию вашего документального фильма? Да, да, да. Нет, тогда я это делал, более того, абсолютно искренне. И, наверное, это происходило, потому что тогда у меня еще были иллюзии. И в конце я хотел бы прочитать комментарий, редкий комментарий в подобной теме, который я считаю адекватным. Старк, о чем ты? О какой христианской любви, о каком гуманизме, о каком человеколюбии? Ты комменты читал? Да у нас через одного волки, псы и бобики загрызут только палец протяни. И в этой-то среде, где целые стада, пропитанные злобой и ненавистью, воспитанные такими вот клириками, сегодня воистину не ведают, что творят. И пусть тот же Шлегель, да он та еще перхоть, но дело-то не в нем, а в жажде. Одних нажиться на будоражащих ум и общество проблемах, тут и клирики, и шарики, и прочая самозванная шушера, а у других жажда казнить, линчевать, порвать, внимая и поддерживая первых в их блогах и поучениях. Бесы и те, и другие. Чекистая, сексота и прочая пидросня. Без гомофобного смысла. Это все продукция одного большого совка. Спасибо за твои ролики и выдержку. Спасибо тебе, добрый человек, не столько за редкие комментарии среди орущих, даже не понимающих, о чем они говорят, но и за адекватность мышления. В наше время каждый адекватно мыслящий человек становится на вес золота, потому что мы все больше превращаемся в общество балбесов и идиотов. Им достаточно что-то кинуть, одно какое-то слово, и они подхватят его и будут вторить тысячу раз. Один другой такой умник в кавычках писал мне, вы что, Шмоньку поддерживаете? Я спрашиваю ему, а кто такой Шмонька, извините? А, вы не знаете? Вот Шмонькой оказывается теперь с подачи клирика называют Соловьюва. Я спрашиваю этого человека, ну, послушайте, если я не слежу за этим каналом, откуда я могу знать ваши фантазийные игры? Как вы называете сейчас Соловьева? Сегодня Шмонька, может, завтра Донька какая-то будет? Давайте договоримся как-нибудь. Если вы говорите о Соловьеве, называйте его Соловьев, ну, по крайней мере, как мы все его знаем. Нет, он мне выдал комментарий, где 250 раз повторил это слово Шмонька и начал доказывать мне, что именно так теперь нужно называть Соловьева. Вот это типичный пример безмозглости многих нынешних интернет-пользователей. Один человек выбрасывает какую-то мысль, и сотни интернет-хомячков подхватывают ее. Пи-пи-пи, пи-пи-пи-пи-пи-пи. Вот сейчас я, скорее всего, уверен, что еще несколько сотен дураков напишут, что я поддерживаю Соловьева. Мне Соловьев глубоко отвратителен, но он, простите, не Шмонька, не Донька, не Манька. У него есть имя, у него есть фамилия. Не знаю, отвратительно ли оно вам или нет. Я лично ни в имени, ни в фамилии не вижу ничего такого. Но то, что персона отвратительная, это однозначно. Но если вы ведетесь за кем-то, если вы готовы пи-пи-пи-пикать за каким-то человеком, не ожидайте, что ровно тоже будут делать все остальные. Один чудак мне вообще написал. «Слышал ли ты ролик Арне Вейдла? Изменил ли ты свое мнение после просмотра этого ролика?» Интересный человек, мне нравится его мнение. Но Арне Вейдла, он такой же человек, как и я, как и все остальные. Он иногда говорит, на мой взгляд, правильные вещи, а иногда, на мой взгляд, он ошибается. Вот в данном случае, например, на мой взгляд, он ошибается. И от того, что я просмотрел ролик Арне Вейдла, это не значит, что мое мнение стало, как у Арне Вейдла. Понимаете? Вот прелесть своего рода YouTube, хотя здесь, честно говоря, уже давно нет никакой прелести, заключается в том, что все люди разные и имеют разное мнение. Если вы привыкли, что один блогер вторит другому, они объединяются в какие-то группы, начинают поддерживать друг друга, какие-то дурацкие списки составляют, эти входят в эти списки, в эти не входят. Я сразу с самого начала сказал, пожалуйста, не включайте меня ни в какие списки. Я ни в какие группы не вхожу. Если я вижу достойного человека, я его стараюсь поддержать и даже прорекламировать, может быть, на своем канале. Этот комментарий, он говорит о том, что не все готовы вторить только потому, что сейчас идет волна. Есть люди, которые на фоне этой волны имеют свое собственное мнение и его не боятся высказывать. Вот это то, на чем настаиваю я. Позвонил дядечка один, которого я очень уважаю, Кремлевский, сказал, Глебыч, ну ты же все равно не пользуешься. Отдай название. Я говорю, бери нафиг. Дядечка Сурков? Мне не присуще раскаяния, так называемое угрызение совести. Вот это все, пожалуйста, не со мной. Ну а теперь к вопросу о нормандской встрече. Субтитры создавал DimaTorzok